Его не было, посмотри, как ты услышала, что в Барнауле там человек есть такой. Он уже пишет или нет? Да, да. Ну, приехали из Риги группа верующих баптистов. И рассказали, что они были в Барнауле. И что они встретили там одного интересного человека. Этот человек очень глубоко верующий. Он проповедует везде Евангелие, в поезде там, я не знаю, на улице или где там еще. И, ну, немного рассказали о квартире, что там, значит, у него такая квартира. Там палати есть, и много людей приходят, и на палатах, на этих, там они отдыхают, вот, и располагаются. Вот это он все рассказал. И мы когда услышали из Санны, ну, это уже вы слышали. Я уже повторять не буду. Ну, говори, говори. Вот. Мы настолько заинтересовались, нам так было сильно дорого, что это не баптист. Если это баптист, так это понятно. Это для нас это не было чем-то особенным. Но это православный, и он этот православный, вдруг вот он верующий. И что он Евангелие проповедует, и везде говорит, и все. Вот и все. Это нам настолько было очень это ценно. Мы просто не знаем, как. Вот. И я когда вставала с родителями молиться на вечернюю молитву или утреннюю, я всегда, я не знала ни имени, ничего. Я только знала, что этот человек православный, который в Барнауле. Вот я всегда за него молилась. Господи, благослови этого человека в Барнауле, который такой верующий. Я даже не могла подумать, что... Даже имени еще не знали. Не знала имени, нет, не знала. Но я даже не могла подумать, что когда-то придет время, когда этот человек меня направит на истинный путь. Даже и вы видите, что я когда-то его увижу, и что никогда. А потом прошло время, Геннадий окончил институт и получил диплом. Его направили где-то в Адарскую область. Дали ему направление, он им не попользовался. Туда, ему не пришлось туда поехать. И в это время как раз, вот он только как раз в это время приехал из Америки Ирвин. Который на Луну летал. Он на Луну летал, а вокруг Луны первый был. Ну, в общем, Ирвин приехал. И его сопровождал Иосиф и брат Василий Данилович. И они приехали сюда, в Одессу. А с Иосифом братом мы дружили с Василием Даниловичем. Постоянно ездили к нему в Кировоград. Он жил в Кировограде, мы туда ездили. Гости к нему. В общем, он был близкий нам, дорогой человек, Василий Данилович. И когда он приехал, так мы с ним, с Василием Даниловичем. Мы уже отделенные были. Мы уже не ходили на серого регистрированное собрание. Но ради того, что Ирвин приехал, так мы туда пошли. Вместе с Василием Даниловичем. Ну, видели мы этого Ирвина и видели. Он вот такую пачку фотографий привез. Там Луна и по Луне. А она эти фотографии взяла себе в сумку. И это было уже после вечернего богослужения там. И, в общем, Василий Данилович, мы пошли провожать. А Ирвин пошел в гостиницу. Потому что за ним же следили все-таки. Его же так не могли, чтобы он себе как хочет, куда хочет ходить. Вот, понятно было. Он пошел в гостиницу. А Василий Данилович пошел на главпочтам позвонить Иосифу и сказать, что все благополучно. Что побыли тут на собрании и все благополучно. И, значит, идет Василий Данилович. Идем мы с Анной вдвоем. И Геннадий Яковлев вот с нами. Вот такой вот компанией мы пошли на главпочтам. Он позвонил, сказал Иосифу, что все хорошо. Все, вот, и мы выходим. И когда мы только вышли с двери, с этих, видим, стоит машина возле вот этого переговорочного. Вот, открывается дверь, выходит оттуда милиция. Обращаются к Василию Даниловичу. И говорят, вы сделали шум там, вы, говорит, бутылку разбили. На Дерибасовской в магазине, вы там. В общем, что-то. Тут такое вот, что-то такое там. Вы думали, говорят на него. А мы, значит, сами стали. Нам бы, конечно, и Геннадий тоже вместе с нами. Нам бы, конечно, в разные стороны. Все трое и в разные. А мы все трое стали. И смотрим, рот открыли и смотрим, что будет дальше. А он потом, помню, как сейчас тут милиционер. А, говорит, вы тоже с ним? Давайте вы тоже и всех назначат в машину. Вот, посадили, привезли нас в милицию. Ну, что там? Да, ничего у нас нету. Такого абсолютно ничего. Ладно, только вот эти фотографии. Оттуда вот, в эту Луну там и с Луной. Ну, они как-то, не было никаких сложностей с теми фотографиями. Потом отдали или что, я не знаю, не помню. Вот, и записали нас данные паспортные, вот это, где мы, кто где живет и работает. Ну, нам с Анной ничего. А Геннадию в институт сообщили туда, в университет. Как раз в конце. И он, и тут вот сообщили ему, что вот его там задерживали и все. И на следующий день или через день делают собрание в университете. Решают, что с ним делать. И на то собрание Анна пошла. Но она туда внутрь, она не пошла на само собрание, а под дверями стояла. Вот. Ну, Анна не такая, как я. Она очень такая Анна. Везде пронырливая. А под дверями слушала ход собрания этого. И там ему задавали вопросы, что вы верите в Бога, там и все. Он сказал, что да, верю. Ну, что мы так вот и сказали ему, что вы знаете, мы вас, он член партии, вот тогда. Мы вас с партии исключаем и диплом, лишаем вас диплома. А он, это Анна слышала все, а он говорит, что вы, говорит, можете меня тут лишить диплома, но вы меня не лишите вечной жизни, царство Божие. И они тогда покрутили у виска, сказали, раз он верит уже в вечную жизнь и в царство, то больше, говорит, с ним нечем. И все. И, в общем, его, значит, прекратили, больше его не трогали. Из партии исключили, диплом отобрали. А потом прошло, наверное, недели две или что, его вызвали в университет и отдали ему диплом. Потому что у них порядок такой. Они не имеют права сами лишить человека диплома, который уже утвержден, который уже он у него есть. Хорошая советская власть была. Они должны это через Киев сделать. И эти местные, чтобы им не было неприятностей, потому что им скажут тогда, что же вы прохлопали. Шесть лет учился, вот, верующий, вы не заметили, и все. Вот, что же вы. Так для того, чтобы им не было неприятностей, они решили отдать тот диплом. Вынул он его с ящика и говорит, на, и езжай, устраивайся с там уже не по назначению, а сам место себе вытащи. И он тогда поехал вот к вам туда. Его привезли в Рижске. Первый раз ко мне Рижске привезли. А, ну, да. А вы знаете, как он приехал-то? Нет. Я в это время приготовил, несколько лет готовил материалы М1, М3 было, потом М5, масонство. Я архипелаг Булаг. Мне нужен был помощник насчитать. Я уже всех своих знакомых перебрал. То малограмотное, то выражения нет, но никого никак. Я стал молиться. У меня ответ один. К Богу. Я Надежде Васильевне встал и говорю, я сейчас сон интересный видел. Два человека должны к нам сегодня прийти. Я рассказываю, как не сон, а как должно. Но один из них уйдет, а другой останется. Ну, оба они, над ними вот такая налившая в горах скала, и они под скалою. Я ей рассказываю, в это время в дверь стучат. Я открываю дверь, двое стоят. Это кто Геннадий, что ли? Да, один из них Геннадий. Вот это наша первая встреча друг друга мы увидели. И он зашел, я еще не знал, какой у него голос, как он считает. Ну, а он-то, и мы пошли, там Валя Шитика уже далеко, а он-то историк. Я говорю, вот сейчас обратно мы идем, я говорю, ну вот это что делается, и Советский Союз, и прочее. Это искусственно слепленный конгломерат, он рассыпется. Это замысел масонов. Я говорю, что вы говорите, какие масоны-то? А впереди как раз пивоварка, речка течет. И до нее там идти было метров 150. Я говорю, сейчас до пивоварки пока дойдем, я тебе докажу это. Он опешил так. Когда до пивоварки дошли, он говорит, верю всему, что сказали. Я ему исторические данные, имена, фамилии, года. Когда это было задумано, какой базарский съезд был, что Герцель сказал, какой журнал напечатал, советская литература, даже которой Яковлев тогда был, за ширмой масонства, там многое что-то. И он поверил. Когда пришли, и он стал считать, я понял, он самый. Какой у него голос. И все это навсегда. И сегодня он все выставлено в интернете. Отца Геннадия, это Гена Яковлева, слушает весь мир сегодня, кто заходит. И он после говорил, в моей жизни более счастливых дней не было. Это высший подъем, когда мы начитывали трагедию русской церкви и жития святых 20 века. Патриарх и другие, которые расстреляны были, что царя расстреляли. Но впечатление на него это произвело бесконечное. Тем более, когда он читал, в это время я включал музыку подобранную. Там, если все, то это трудно. Музыки нельзя найти. Я познакомился в краевой библиотеке с архивным фондом у них. И принес им что-то божественное. Меня туда запустили. Я привез аппаратуру из этих дисков. Это на дисках было. Диски называли, а граммофонные пластинки там. И с них все это списывал. И когда я себе на магнитофон это переписал, а меня прям запустили во святая, говорится, святых. Я там сидел и целыми днями переписывал. А теперь, когда он считал, я вот там время на микшеры. Гаврилов, отец Леша там был, все это сделано. И вот эта запись такая сохранилась. Еврейская музыка, где нужны похоронные марши. Особенно... Такого ты нигде не услышишь. Глоба Ефрема Сирина в последнем суде. Гена, как считает. Никто бы так не начитал. Он с таким папостом считал. Говорится, с таким надрывом буквально. Он там как бы был, видел. Все у него воображение сильно развитое. Это вот нас с ним и соединило. И баптисты, которые привезли, они уже уехали без него. Они приехали показать, вот какой человек, аддесит. У него Суслов дядя, двоюродный дядя. И он обратился. А вдруг он приехал и сразу остался. И баптисты просто были, ну как говорится, ошеломлены. Как так, столько с ними ездил, там комбайнером подходили. Они на восток. А здесь пришел полчаса работы. И вся их работа оказалась на втором плане. И главное, он остался. Ну а дальше все понятно. А дальше он нас в православии. А дальше он уже и к ним, понимаете ты, Камень. А как нас он в православии, это просто... А в каком году это произошло, что вы стали православными? В 78-м. В 78-м. Так. Первый раз мы пошли в церковь. Это уже 79-й был. Первый раз я в церковь православную с Игнатием Тихоновичем пришла. Великий четверг было это в собор Успенский. Тут у нас в городе. И это для меня был такой знаменательный день. Первый в жизни. И зашли мы. Он сразу зашел туда, в собор. И стал на колени. А я думала, ну раз встал, и я встал. Ну я встал на колени. А четверг, это же там 12 раз Евангелие читают. И вот. Первый раз я плохо поняла. Ну я понимала, что это читают Слово Божие. А текст плохо. Хоть и знала. Хорошо я Евангелие знала уже тогда. Но все равно как-то. Славянский для меня был язык новый, незнакомый почти. Вот я помню, как я поняла, я мало. Но мне как-то, мне вот, я почувствовала, что здесь что-то такое. Такое отличие от баптистских собраний. Такое. Баптисты родители, она пришла. Вот. Да, я еще такая. Катя была у меня подруга. И мы после этого стали ходить в храм, туда в собор. Но мы ходили вечером. Утром мы ходили на баптистское собрание, а вечером мы ходили в храм. И я когда приходила на богослужение, я первое время никак не могла все вот это, ну как-то понять. Как же, в чем заключается богослужение. Слушай, радуйся, 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 радуйся. Думаю, ну что такое? Акафисты читают же вечером. А для меня я никогда не слышала. Первый раз. Думаю, ну что такое? Все время радуйся и радуйся. А дальше я и не вникала. Вот. К кому там обращение, а что? А потом, когда уже кончится богослужение, выхожу, мне так хорошо, мне так на душе хорошо. Вот ничего не поняла умом. А мне такое у меня, как будто бы я где-то не знаю, где побыла. И я помню, как я так вышла и возле двери этой Кати говорю. Я говорю, Катя, ты знаешь, мне так хорошо, хотя бы скорее уже следующее было. А я еще не знала, что каждый день богослужение. Думала так, как у баптистов только раз в воскресенье. Я говорю, Катя, хотя бы скорее уже следующее воскресенье, чтобы снова прийти. Так мне сильно хорошо. А она мне отвечает, мне тоже так же хорошо. И вот мы первые где-то, наверное, месяца три, может, или сколько, вот так вот ходили. Утром мы пошли, пойдем на баптистское собрание, а вечером мы приходим в собор и слушаем радость, и радость, и радость, и радость. И эту радость мы получали. Вот эта радость нам, вот она нас как-то проникала в нашу душу, эту радость. И мы приходили действительно получившие радость. И так мы начали ходить в храм. А потом мы познакомились с мужилой, вот этого вот батюшка, который вы говорите. Вот что вы его как-то там немножко знаете, отец Василий. И стали ходить туда, в греческий храм. Вот он нам оказывал внимание. Мы подходили к нему. Я его все время спрашивала, то, 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 что это, я вот не понимаю, что это. Он с таким желанием и так хорошо все объяснял, так хорошо иконы. Там я его спрашивала, говорю, а что это значит, вот эти иконы, что они там обозначают. Помню, покров Божией Матери, вот покровая. Сама смотрю, смотрю, не могу никак понять, что же это такое значит, икона. Вот, помню, я его спросила, он подошел к иконе, все мне объяснил. Вот домой приходил пару раз с новшим, короче. И через него полюсчуки тоже. Он помог им тоже стать православными. Отец Василий. Потом он умер. Прошло время уже там какое-то. Вот и он умер. И так мы... А значит, Агена, Енадий уехал тогда в Барнаул, а потом приехал. Но он оттуда с Барнаула такие писал письма. Письма в основном мне были адресованные. Ну, нам с Анной вдвоем. Ну, такие, что, конечно, если бы не чудо Божье и не сам Господь, то опять их пишет. Он отталкивал их, отталкивал. У него такой стиль, такая речь, такие обвинения против них, баптизма. А сам узнал. У него ревность была, как, сказать, наживая, кинжальная и не по рассуждениям. Вот она сейчас рассказывает. Мы один раз встретились. Одно слово сказал я ему. Не дошли до моста, он уже обратился. Это невозможный человек, это благодать делает. Это... Вот сейчас меня спрашивают. Ну, хорошо, я хотел бы тебе подражать. А один говорит, да у тебя, говорит, волчий хвост еще. Ты не можешь подражать. Тебе надо обрести свободу во Христе от всего абсолютно. Меня спрашивают. Ну, вот я, допустим, молился. Тюрьма, ночь. 70 человек в затаренном пространстве. Дымина. А я один ночью стою на коленях. И мне говорят, вчера ночью 7 человек становились на коленях. Я никому ничего не говорил. Еще не говорил. Как это делается? Ответ один. Моей работы там никакой нет. Совершенно. Это делает Господь. И поэтому я ничего себе приписать в этом не могу. Ни в Иотовом обращении, ни в Геннадии, ни в других, кто пришли. Я просто молился и говорил, да будет воля Божия. Ну, конечно, как говорят, на руках молитвы надо нести. У меня главное, чтобы было, это показать, что церковь только там, где есть рукоположенное священство. Это у меня главный вопрос. Значит, тогда есть таинство. И оно мнение, что тогда давай завербовать, затащить. Ну, ты сам знаешь, у нас запрещено это делать. Но рассказать я должен был. Пожалуйста. Да. Это...